Начнем по традиции со сводки военной с сегодняшнего утра. Вооруженные силы Украины за последние сутки ликвидировали 460 российских военных, 20 танков, 36 боевых бронированных машин, а также 15 артиллерийских систем и 4 РСЗО. Один самолет и один вертолет, 4 беспилотника, 5 крылатых ракет и еще 15 единиц автомобильной техники. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ. Российские войска утром несколько раз нанесли удары по Славянску. Из-за обстрела повреждены жилые дома, в одном из них полностью разрушен подъезд. Под завалами могут быть люди, идет спасательная операция. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях. По его данным, российские военные также атаковали две школы. В нескольких зданиях выбиты окна, оборваны провода. Количество пострадавших пока неизвестно. Харьковская область ночью вновь попала под обстрел. Россияне нанесли два ракетных удара по Немышлянскому району Харькова и один по городу Змиев. Ранено 4 человека. Одна из ракет попала в двухэтажное здание. Загорелась находившаяся рядом автомойка. Пострадали кафе, магазины, автомобили. А вот старая ракета попала в землю предварительно без пострадавших. Без света остается часть города Энергодар Запорожской области из-за повреждения под станцией Луч. Накануне российские войска нанесли многократные артиллерийские удары по району этой трансформаторной подстанции. Как заявил городской голова Дмитрий Орлов, учитывая, что уже несколько месяцев именно в этой части города нет бытового газа, люди там больше всего страдают от последствий российских обстрелов и уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы. В Латвии из-за войны России против Украины решили вернуть всеобщую воинскую повинность. Призыв был там отменен в 2007 году, а с 2023 его планируют возобновить. Об этом заявил министр обороны страны Артис Бабрикс. Первый призыв, который начнется в январе, будет проходить еще на добровольной основе, а в июле он станет обязательным. Служить в течение года должны будут мужчины от 18 до 27 лет. Для женщин этот процесс делают добровольным. В следующем году ожидают привлечь на военную службу около тысячи срочников. По выходным они смогут находиться дома, а в остальные дни в казармах. И Германия передала Украине контрбатарейный радар «Кобра». Он помогает определять до 40 огневых позиций противника за две минуты. Также вооруженные силы Украины за последнюю неделю получили от ФРГ еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки «Гепард». Об этом сообщает правительство Германии. Всего Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных и также 4 тысячи снарядов к ним. Более 50 тысяч – такие потери личного состава российской армии за полгода масштабной войны в Украине. За последние несколько недель, по данным Министерства обороны Украины, в среднем цифра ежедневно увеличивалась на 350 погибших российских солдат. Но эти потери по-прежнему не признают в Кремле и официально с конца мая не публикуют статистику. За этот же период на кладбищах российских городов появились целые кварталы военных захоронений. О потерях российской армии в Украине в нашем следующем материале. На восточное кладбище в Владикавказе Давид приходит ежедневно. Здесь похоронен его 20-летний сын Виталий. Парень погиб в июле 2022 года на территории Украины, куда поехал воевать в составе российской армии. Когда в феврале провожал сына, отец верил ненадолго. За последние 6 месяцев только на этом кладбище в столице Северной Осетии появилось 56 новых могил. А общее число граждан республик и убитых за тот период, по данным российских источников, уже превышает 100 человек. Ольга на кладбище продает цветы и помогает ухаживать за могилами родственникам погибших в Украине военных. По 20 лет, 21-25, все сыночки слезами умываются вместе с матерями и отцами. Кому нужна была эта война? Матери тоже задают вопрос, кому нужна эта война? Счет погибших в Украине российских военных с 24 февраля ведет BBC совместно с изданием «Медиазона». На основании открытых источников им удалось установить имена более 6020 человек. Но на самом деле эта цифра намного больше, сообщают волонтеры, ведущие учет. Важными источниками информации становятся памятники, настенные таблички в школах, надгробия на кладбищах и мемориалы в парках и воинских частях. Изучая все эти таблички, мы обнаруживаем не только имена тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же, а иногда и больше, фамилий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях. Из расследования BBC и издания «Медиазона». В этот список не входят военнослужащие самоназванных ДНР и ЛНР. По числу погибших последние полгода лидируют такие регионы России, как Дагестан, Бурятия и Краснодарский край. Особенно чувствительные потери, по информации BBC, понесли отряды спецназа, а также младшие офицеры, почти каждый пятый из общего числа убитых. Российские чиновники фактически не сообщают публично о гибели военных в Украине, чтобы не вызывать недовольство в обществе. Ему все равно, сколько еще погибнет солдат, офицеров и генералов. Люди для Путина – расходный материал. Все должны понимать, что для него нет неприемливой цены при удержании власти. Он будет до последнего цепляться за президентский трон. И в этом смысле Путин стал заложником войны в Украине. Поражение в ней для него равносильно политической смерти. Геннадий Гудков, российский политик, в интервью «Голосу Америки». По оценкам Пентагона, на начало августа Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными от 70 до 80 тысяч военных. Похожие цифры приводит министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, общие потери россиян, включая раненых и пленных, могут составлять примерно 80 тысяч. А по данным Министерства обороны Украины, на 6 августа число погибших россиян уже превысило 50 тысяч человек. И ежедневные точные удары по позициям оккупационных войск только увеличивают эти цифры. Наталья Ягусов, Владимир Штенгелов, для телеканала «Фридом». Сейчас эту тему продолжим с экспертом, военным экспертом. С нами на связи Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Итак, мы уже доверяем, конечно же, в первую очередь цифрам Генерального штаба, который сообщает о том, что более 50 тысяч человек уже погибло личного состава российских военнослужащих. Только что, вот буквально были озвучены цифры еще от 70 до 80 тысяч, например, цифры Бена Уоллеса, который приводит свои данные. Скажите, на самом деле цифра может серьезно отличаться в большую сторону, так как учитывать нужно и пленных, и тяжело раненых, и легко раненых, те, кто не может принимать участие в боевых действиях. И, соответственно, еще нужно учитывать данные частных военных компаний. Включены ли они в этот список? Да, совершенно верно. Да, и в этом контексте сообщение британского министра обороны, оно более корректно, потому как мы совершенно очевидно должны учитывать еще два фактора. Помимо участников и бойцов, наемников частных военных компаний, этот список, список российских потерь, вряд ли включает российские статисты потери из числа так называемых первых и вторых армейских корпусов. Фактически это жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Там потери идут без счета, а с учетом того, что россияне используют эти подразделения, подразделения первого и второго армейского корпуса в качестве штурмовых групп, то есть фактически кидает на убой, лишь состав без соответствующей экипировки, без соответствующей подготовки, то и потери там зашкаливают. Тут еще один важный фактор, который мы с вами должны учитывать, колоссальные санитарные потери, потому как уровень медицинского обеспечения действий российских оккупантов не настолько серьезный и эффективный, как то в украинских силах обороны. Поэтому потери, скажем так, общепринятые, считается, что на одного погибшего части подразделения имеют минимум трех раненых. Думаю, касательно российских оккупационных войск, эта опция не работает. Скорее всего, на одного погибшего приходится максимум дворя раненых, а может быть даже и меньше. Не про события непосредственно на поле боя. Мы сейчас поговорим про потери. А вообще вот есть информация, а что дальше происходит? Ну, 50 тысяч – это немаленькая сумма, и количество за день – это тоже за сутки немаленькое количество людей, которые на поле боя. То есть я вообще, что происходит с телами? Их забирают свои же? Или они остаются до какого-то времени? Если есть такая информация, вы можете поделиться с нами? Обратите внимание, если украинские силы обороны постоянно заявляют информацию о телах с российскими оккупантами, то в российских пабликах такой информации нет совсем. И, в принципе, крайний раз, когда мы слышали информацию по российским потерям от российских официальных лиц, эта информация от конца марта всего года. С как пор тишина и спокойствие, и лишь только по очень таким относительным данным мы можем оценивать ту публичную информацию, которая распространяется по российским пабликам. Опять же, повторюсь, что официальная информация по российским пабликам нет. Поэтому, думаю, что в этом контексте россияне не очень-то занимаются тем вопросом, вопросом возвращения тел своих погибших, потому что это влечет в заведующие администрационные проблемы, финансовые проблемы, что намного проще считать тех, кто верит к российским столам, пропавшими в первости, а значит, их семьи не могут рассчитывать на соответствующую финансовую компенсацию. Поэтому тела российских оккупантов, которые находятся на тех территориях, что под контролем украинских сил обороны, в рамках санитарных мероприятий закапываются в могилы, фиксируются соответствующим образом. Если есть возможность эвакуировать тела для дальнейшего хранения, с целью передачи российской стороне, эти мероприятия проводятся. Есть соответствующие организации, структуры в составе вооруженных сил Украины и индекс сил обороны. То есть они этими вопросами занимаются. Мы должны понимать, что рентенсивность боев на разных участках фронта, практически 1300 километров российско-украинского фронта сейчас всюду пылает, поэтому не всегда есть возможность оперативно проводить такого рода санитарные мероприятия. Понятно, что акцент в первую очередь в этом смысле делается на эвакуацию погибших и раненых украинских воинов, а по вражеским солдатам там мероприятия проводятся по мере возможностей. Владислав, про то, как заканчивается техника у российских военных. Мы знаем, что определенная ставка российской армии делалась как раз на танки, на танковую силу, потому что броня крепкая и танки наши быстрые. И так уж повелось со времен Второй мировой войны, что к танкам какой-то особый трепет у Российской Федерации. Я смотрю, что официально до начала вторжения в вооруженных силах России было 3300 танков. Если сейчас уже в Украине уничтожено 2097, то есть фактически 2100, это уже точно более 60%. А меня интересует дальше что? На что они будут делать упор? Когда мы в Украине увидим легендарный Т-34? Я думаю, что нам не стоит по этому поводу иронизировать. На самом деле ситуация такова, что россияне будут в скором времени вынуждены снимать неполго временного охранения технику образцов 50-60-х годов уже столетних. Потому что в бой они уже отправляют танки Т-6 и Т-72. Это, собственно говоря, продолжение той линии танков Т-55. А те самые Т-55 как раз после Второй мировой войны стали производиться в Советском Союзе. Поэтому не следует иронизировать по этому поводу. Не удивлюсь, если в ближайшем перспективе мы увидим в том числе и легендарную Т-34. Но опять же, в этом контексте работы, как обычно, добавятся украинским противотанкистам. И Энлавы, и Джерелины, и Панцерпауст, так как украинские силы, обороны получают в достаточном количестве. Надеемся, что очередное заседание в рамках Рамштайна принесет нам дополнительные ресурсы именно по части противотанковых средств. Опять же, многие специалисты считают, что украинская армия на сегодняшний день является самой насыщенной по количеству противотанковых средств. И ежедневная СО, которую мы видим от украинского генерального штаба, тому и есть подтверждение. Десятки, буквально десятки единиц бронетехники, в том числе танков, ежесуточных уничтожатся украинскими войнами. Сокращение количества техники боевой российской армии. Вы сказали, а вот что касается боеприпасов, какая ситуация сейчас у российской армии с ними? Учитывая, что из последней информации, то и с ракетами не так все хорошо. Но если с ракетами не так все хорошо, то что это за тактика интересная российской армии? Просто выбрасывать их, я так понимаю, хаотично. Потому что по сводкам, которые мы получаем, они попадают в случайные места? Или все-таки есть какие-то определенные целевые направления этих ракет? Понятное дело, что это гражданская инфраструктура по сводкам. Но тем не менее, это же дорогущие ракеты. Но попадают они, вот видите, мы сегодня говорили сейчас, не Мишлянский район. Одна ракета попала в землю, вторая в двухэтажный дом. Это хаотическое от... Слово забыла, я прошу прощения. Я вас... От безысходности, да. Я, может быть, не... Нет, ситуация вовсе не упирается в вопросы безысходности. Ситуация связана с реализацией этого самого путинского плана. Плана ракетного террора. Если мы с вами посмотрим по статистику применения тех самых 3,5 тысяч ракет, которые за последние 6 месяцев Россия использовала против украинских сил обороны, против Украины, то фактически 19 из 20 ракет прилетает по объектам, которые никакого отношения к украинским силам обороны не имеют. Это жилые дома, это образовательные центры, это медицинские центры, это культурные центры. И лишь одна из 20 ракет приходится по объектам критической инфраструктуры или по военным объектам. То есть, честно видим, мы наблюдаем с вами ракетный террор, с помощью которого путин пытается заставить высшего военно-партийского руководства нашей страны согласиться на определенные уступки, на аутимативные условия со стороны российской армии. Соответственно, при таких условиях никаких переговорных процессов идти и речи не может, но путин старается. Стараются его генералы, убивая при этом мирных жителей нашей страны, стариков, женщин, детей. И в этом контексте именно ракетный террор будет продолжаться и далее. По мнению, у экспертов он завершится лишь только в момент окончания активных боевых действий. Что же касается снарядного голода, который в настоящее время в некоторой степени испытывают российские оккупанты, я тут достаточно осторожен в оценках, потому как мы понимаем, что кто-то сейчас российские оборонно-промышленников не способен производить порядка 4-4,5 тысяч снарядов в сутки, а используют россияне от 20 до 60 тысяч снарядов. Поэтому все запасы радиороссийских артиллерийских складов, которые были сформированы еще со времен Советского Союза, в определенной степени истощаются. Но, опять же, мы видим, что российские эмиссары пытаются взаимодействовать со своими северокорейскими коллегами, пытаются закупить как минимум 1 миллион снарядов к активистским системам 152-го калибра. Не готов говорить, насколько успешен будет этот проект, но, тем не менее, контр-батарейная борьба, которая реализовывает украинские силы обороны в рамках обороны, соответственно, и контрнаступательные действия, это очень важная опция, которая позволяет нам а. уничтожать огневые средства противника, и б. уничтожать склады хранения боеприпасов. Потому что совершенно очевидно, все снаряды, которые взорвались на площадках хранения, российские оккупанты никогда не пролетят в нашу голову. Владислав, по поводу ракетного террора, хотелось бы еще уточнить, еще в марте Соединенные Штаты заявляли о том, что планируют отключить Россию от GPS. Скажите, а какой системой GPS вообще на ведении сейчас пользуется Россия? Если это система GLONASS, то, насколько я знаю, она далеко не самая хорошая, мягко говоря. Также мне довелось прочитать, хочу вот с вами, как со специалистом, выяснить, что есть определенная частная компания американская, при помощи которой тоже запускаются российские ракеты. То есть используют оборудование этой частной компании, но Соединенные Штаты якобы замедляют данные GPS, и ракеты становятся более уязвимыми для украинской ПВО. И также я читал, если я не ошибаюсь, наших специалистов, что процент точности запуска ракет российских составляет сейчас не более 33%. Да, совершенно очевидно, что россияне не в состоянии выдержать именно технологическую гонку в войне современного поколения, поэтому они используют и иные площадки, ресурсы для того, чтобы иметь абсолютно точное ситуационное понимание поля боя, обращаясь к определенного рода смешникам, в том числе, и недавно они активно использовали кейс коллективного запада. Работают нынешние санкции, соответственно, доступ к технологиям, к информации россияне имеют в определенной степени ограниченные. Соответственно, в некоторой степени и российские артиллеристы сломают. Но мы видим, насколько активизировали россияне ту самую связку, которая позволяет им тут сейчас быть максимально эффективными. Это с одной стороны БПЛА. В первую очередь используют БПЛА практического уровня класса Орлан-10, для того, чтобы снимать координаты лаутинских позиций от артиллерийских и по имени координатам носить артиллерийские или ракетные удары. С другой стороны, мы видим, что они пытаются использовать и иные системы, в том числе, полученные от своих иранских партнеров. Но в этом контексте, пожалуйста, на нас дву, наверное, будет не совсем верным. Тут, я думаю, что украсть и генеральный штаб, соответствующие крупные организации и структуры, будут ориентировать свою деятельность на то, чтобы создавать те самые условия по уничтожению. БПЛА, в настоящее время есть вооружение у российской армии. То есть, совершенно очевидно, российская артиллерийская, которая не видит, куда стреляет, не видит результатов своей боевой работы, она свою эффективность теряет в разы. Техники, давайте вернемся к текущей ситуации. Это видно по всем средствам массовой информации, и не только украинским, но и западным, что все следят за тем, что происходит на Херсонском направлении. И вот из той информации, которую можно озвучить, конечно, хотелось бы ваш комментарий, но в дополнение, с чем связан запрет, который озвучивает наш генштаб по поводу запрета по пересечению речки Днепр мостами и с помощью плавсредства. И вот тут дополняется информация, что если будет нарушен этот запрет, то оккупанты угрожают открывать огонь на поражение. Что это за тактический элемент, что происходит на Херсонском направлении, насколько это угрожает местному населению вот в данный момент, в данной ситуации? Коллеги, ну, во-первых, позвольте мне поддержать президента Афрена Верховного главы Анатолича Владимира Зеленского, который говорит, сказал вчера буквально следующее. Нам не следует акцентировать наше внимание только на одном участке 1400-километрового фронта. Наши воины мужественно сражаются и на Харьковском направлении, и на Запорожском направлении, и на Донецком направлении от Изюма до Краснодаровки и Марьинки. И наше акцентирование внимания на южный флотстерм Российский Украинский фронт не совсем корректно по отношению к тем воинам, которые защищают наши рубежи на иных участках фронта. Что же касаемо непосредственно действия российских оккупантов, они пытаются максимально снизить работу украинской разведки, которая в режиме 24 на 7 предъявляет данные о перемещении вражеской техники. Поэтому они пытаются отсечь от понтонного основного перебрав гражданское население Третьевской области, справедливо полагая, что среди них могут находиться украинские разведчики. Соответственно, сейчас россияне на пределе, на нервах и используют любые, в том числе репрессивные меры, для того, чтобы ограничить доступ к гражданскому персоналу к тем инженерным конструкциям, переправам, которые сейчас россияне используют для перемещения вооружений, техники, топлива. Ситуация для россиян, на самом деле, критична, потому как на правом берегу у Днепра находятся порядка 25 батальонов технических групп. Это огромное количество, количество бронетехники, которые нужно заправлять, которые нужно подвозить боеприпасы. И, соответственно, после провождения четырех ключевых мостов, трех из них, которые соединяют левый, правый берег Днепра, и, соответственно, Дарьевский мост через речку Угулец, значительно критично снизил уровень интенсивности логистических перевозок для российских оккупантов. Поэтому они нервничают и используют любую платформу, любую возможность для того, чтобы, а, совершать эти самые перевозки, и, б, не позволить украинским разведчикам получать оперативную информацию по перемещению российских средств. Владислав, дело в том, что мы прислуживаемся генеральному штабу вооруженных силы Украины и осторожно спрашиваем по всем направлениям. Например, вот по Харьковскому направлению есть интересная информация по Балаклее, да, из того, что можно озвучить. Я бы попросил вас озвучить, и еще по Херсонскому тогда, если позволить, я уточню, что я считал, что там настолько нарушена логистика и сообщения российской армии на юге, в частности, что элементарно там уже даже не хватает воды. То есть, когда можно будет говорить про полноценный котел на правом берегу? Ну, и по Балаклее, конечно, хотелось бы услышать то, что можно услышать. Что касаемо правого берега Днепра, внешнего течения, так, об этом уже идет речь, что якобы россияне находятся в оперативном окружении, я предлагаю все-таки подождать официальных сообщений от украинского генерального штаба. А то, что логистика серьезно затруднена, и россияне в настоящее время используют только понтонные переправы для того, чтобы обеспечивать на самом необходимом российских армии, действующих на правом берегу Днепра, это уже очевидно для всех. И тем не менее, украинская сила оборонка на этот рапорт, в том числе по отдельным понтонным секциям, дабы не позволить перемещать любого статуса и уровня груза, которые необходимы для российских армии. Что касается событий в районе, на Харьковском направлении, безусловно, все мы слышали информацию про Балаклея в определенной степени, допустим, секрет поля Шинеля, но тем не менее, давайте придерживаться инвекционной гигиены. И я поясню, почему украинский генеральный штаб настолько еще пяти лет относится к этим элементам. Губая информация, которая может повредить действиям украинских сил обороны, создать условия посетки для их гибели или получения ранений, это опасная информация. Мы помним все, что войну, которую развязала война, которая развивалась в 2014 году, в нашей стране, она гибель. И информационная составляющая в этой войне очень значительно и она бывает критичной. Поэтому думаю, что в этом смысле нам следует введение ключевых рекомендаций от украинских сил обороны и ориентироваться на сообщения от спикеров и штаба, Безобороны, иных составляющих сил обороны. Потому что мы понимаем, что только эту информацию пронучить, с этой информацией можно будет работать, ее уже детализировать, уточнять. А пока идут активные боевые действия, которые у нас вступать в нового характера. Давайте выдержим по самую паузу, мы, соответственно, будем верить в правительство сил обороны и в то, что те мероприятия, которые они проводят, они направлены на деоккупацию нашей земли, на освобождение территории. Да, Владислав, вот поэтому я и говорю, что мы очень аккуратно спрашиваем по направлениям. Это, например, ранее сообщал Генштаб о том, что противники российские оккупационные войска не вели наступление на славянском направлении. Но сейчас я попрошу вас не это прокомментировать, а задам вопрос еще по технике. Что мы все знаем о беспилотниках. Вы как раз говорили про Орланы и также читали информацию о том, что Иран продал Российской Федерации свои беспилотники. И вот есть информация от военнослужащих, что ударные беспилотные летательные аппараты, которые несут достаточно много вооружений, и нагрузка на этот беспилотник фактически втрое больше, чем у нашего Байрактара, по заявкам производителя. Делать предварительные выводы я понимаю, что еще рано, пока его мы не увидели в действии. Но хотелось бы узнать, насколько возможно эти дроны эффективно сбивать, и какая их главная нагрузка? Потому что это может быть использовано либо для наведения, либо и для наведения, и для поражения целей. Ну, давайте детализируем. БПЛА бывает разных типов. БПЛА, которые ведут аэропоторазведку. БПЛА ударные, которые с помощью ракет, находящихся на подвесах, на крыльях этих БПЛА, наносят точечные удары по вражеским леттам. И дроны-камикадзи. Соответственно, в зависимости от типа БПЛА, они используются по соответствующим программам и по назначениям. Что касаемо действий украинских сил обороны, в том числе и с целью контрдействий по тем новым типам БПЛА, по ставке которых либо уже состоялись, либо в ближайшее время ожидается, в том числе от иранских производителей, совершенно очевидно, что тут нам нужно ориентироваться на усиление практического уровня противовоздушной обороны. Думаю, что в этом направлении наши специалисты работают в очень четкой такой спарте с нашими западными партнерами, потому что есть целый ряд средств, которые позволяют работать с максимальной эффективностью вражеских дронов, средства и технического уровня, и оперативно-тактического уровня, то есть средства, которые позволяют над полем боя держать небо чисто. Мы с вами можем совершенно четко констатировать очевидный факт. Россияне, имея огромное количество и самолетов до 400 единиц, и вертолетов до 370 единиц в районе госграницы между Россией и Украиной, тем не менее используют авиацию крайне осторожно. Во всякий раз, когда они применяют либо вертолеты, либо самолеты, они очень серьезно рискуют и несут потери. По сводке у господинарного штаба этот факт каждый раз подтверждает, потому как дневная работа авиации российских оккупантов крайне осложняется эффективной работой, с одной стороны, украинских сил упор дел надушной обороны, а с другой стороны, системы ПВО россиян, которые они пытаются также активно использовать в наших самолетах и вертолетах, они нивелируются с помощью современных ракет, поставленных нам, нашим оборудовым партнерам, в рамках военной космической обороны. Благодарим вас за эти ответы. Мы понимаем, что нужно сохранять информационную гигиену, как вы справедливо сказали, однако пытаемся получать максимальное количество информации, которую можно получить. Военный эксперт Владислав Селезнев только что был с нами на связи, ну а мы продолжим. И будем говорить о бедности... ...армии и богатстве российского военного руководства. Именно так десятилетиями живет силовой блок Российской Федерации. Уровню финансирования силовиков России уступает большинство стран мира. Но пока руководители ведомств обустраивают виллы и летают на курорты бизнес-джетами, российская армия воюет без нужного обмундирования и с устаревшим вооружением. О коррупционном налоге на каждом российском оборонзаказе в сюжете наших коллег. У России рекордные траты на силовиков. За последние 15 лет доля расходов на российскую армию варьировалось от 12 до почти 25% бюджета. Для сравнения, ежегодное финансирование и образование в России — это 4%. Здравоохранение — 3,5%. Примерно две трети расходов на оборону и вовсе засекречены. В конце 2017-го Путин утвердил новую редакцию программы перевооружения. За 10 лет на нее планируют потратить почти 22 триллиона рублей. А до 33-го к этой сумме добавят еще 30 триллионов. Заранее, я думаю, закладываются деньги с расчетом на то, что часть из них будет использована нецеливым образом и даже расхищена. Это даже называется коррупционный налог. Коррупционный налог — это потому что считают, что это явление достаточно неизбежное. Заместитель министра обороны России Руслан Цаликов владеет имуществом на 4,3 миллиарда рублей. И виллой на Рублевке ценой больше 3 миллиардов рублей подсчитала команда оппозиционера Алексея Навального. А на детей за министра обороны переписаны и все другие активы. Хотя, если посмотреть на официальную декларацию за прошлые годы, так сразу и не скажешь. Зарабатывает в среднем 10 миллионов рублей в год, а супруга почти не имеет собственных доходов. Но Цаликову повезло. У него есть четверо взрослых детей. А это значит, что на них можно записать абсолютно любое имущество, любой бизнес. Цаликов и Иванов, они продолжают работать вместе с Шойгу. Это коррупционная связка. И за ними следует шлейф целого ряда так называемых якорных подрядчиков. Тех, кто привык работать на госзаказе. На Рублево-Успенском и на Новорижском шоссе гигантские особняки площадью по 3-4 тысячи квадратных метров. С дорогой отделкой, с каминами, которые они там вырубали и вывозили из замков Франции. А с другой стороны, нищая, бедная армия. Вот тут написано топливо. Вот тут написано топливо, а тут зажигание. А вот тут вы видите крышечку от пластиковой бутылки, которую отрезали. О масштабной коррупции в производстве российских беспилотников «Арлан» заговорили незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. В 2021-м чиновника Андрея Полшкова суд Казани обвинил в сговоре с директором казанского завода «Электроприбор» Павлом Шацких. По версии следствия, они положили себе в карман полмиллиарда рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа, завысив стоимость комплектующих для «Арлан-10». В декабре 2021-го суд отправил подозреваемых под домашний арест. К нам обратился один из операторов «Арланов». С допуском совершенно секретно он сейчас покинул территорию России. И вот когда он нам рассказывает, что к этим якобы современным БПЛА они приделывают фотоаппараты, которые они покупают в супермаркетах, когда все это собирается на коленки, а львиная часть денежных средств, которые выделялись из бюджета Российской Федерации, освоена очередными коррумпированными полковниками и генералами, вот в этот момент приходит понимание того, что вся вот эта вот история с якобы современной Россией и современной армией – это все тоже элементы пропаганды. Пять лет назад Центробанк России заявил, что работающие с деньгами Минобороны другие банки замешаны в обналичивании и выводе капитала. Центральный российский банк тогда проверил почти три десятка разных кредитных организаций, через которые проходили деньги гособоронзаказа. Итог – в обналичку уходила половина, а то и до 70%, сообщил анонимный источник, близкий к Центробанку и Росфинмониторингу. Ни о каких судах или задержаниях после обнародования схем неизвестно. Ни об одном судебном процессе коррупционном, в общем, не было широкой информации в СМИ. Вот, они не комментировались никак ведущими экспертами. Кроме того, ну, я так скажу, за редким исключением, когда надо было найти козла отпущений, когда воровство было слишком явным, эти люди отделывались, ну, либо добровольным увольнением из армии по собственному желанию, вот, либо незначительными условными сроками. Скандал с капустой и бизнес-джеты силовиков на Сейшелах. В 2018 году команда оппозиционера Навального опубликовала расследование о том, как Росгвардия потратила более 2 миллиардов рублей на покупку капусты, морковки и картошки у комбината «Дружба народов», что в аннексированном Крыму, по трижды завышенной цене. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов тогда не стал ничего опровергать, а вызвал Навального на дуэль. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. С 2017 по 2019 год Росгвардия отдала комбинату, по данным справочной системы «Спарк Интерфакс», 11 миллиардов рублей. Фактически, «Дружба народов» стала монопольным поставщиком ведомства. А позже команде Навального стало известно, что Золотов и глава комбината поставщика вместе регулярно отдыхали на Сейшельских островах. Кстати, именно с борьбы с коррупцией в Минобороне началась карьера Путина в администрации президента России еще в 1997 году. С тех пор сменилось четыре министра обороны, а планы победить коррупцию в армии все также остаются лозунгами, которые теперь озвучивает уже Сергей Шойгу. Юлия Безбородько для телеканала Freedom. И также напоминаем, что стоит подписаться на наш новый ютуб-канал Freedom.Mnение, где мы публикуем интервью с самыми авторитетными экспертами. Будьте в курсе самого главного. Ну и не пропускайте, естественно, те интервью, которые вы не смогли посмотреть в телевизионном эфире. Вы смотрите информационный марафон Freedom. Ну а мы тем временем напоминаем нашим зрителям о том, что у нас помимо ютуб-каналов дополнительно для вашего оповещения есть телеграм-канал, которым вы можете свободно пользоваться через ваш смартфон. Благодаря которому, кстати, вы можете прямо сейчас подписаться через QR-код, который вы видите на ваших экранах. Наш телеграм-канал называется Freedom. Поэтому подписывайтесь, а я озвучу следующую информацию. В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области подвергся очередному удару российской армии. Пореждена школа и жилой дом. Под завалами могут быть люди. И детали с места происшествия расскажет наша коллега-корреспондент Алена Грамова. Алена, приветствуем. Пожалуйста, с подробностями обращаемся к вам. Здравствуйте, коллеги. Здесь на месте работала спасательная техника, поэтому у нас может много слышно быть. Мы стараемся говорить громче. Сегодня на самом деле город Славянск три раза подвергся обстрелам. Коллеги, 30 разных районов пострадали. Пострадала сегодня поликлиника славянская. Там был нанесен предположительно ракетный удар. Пострадала одна из школ. И сейчас мы находимся на месте еще одного удара. Предварительно знаем о том, что это был ракетно-зенитный комплекс С-300, коллеги. Это жилой массив, трехэтажный дом. И вот сейчас здесь разбирают спасатели завалы. Один из подъездов полностью обвалился. И действительно есть информация о том, что под завалами могут находиться три человека. Мы успели пообщаться с местными жителями, с пострадавшими. Потому что сегодня здесь работали кареты скорой помощи. Людям оказывалась медицинская помощь. И вот что они рассказали о тех соседях, которые здесь могут находиться. Прошу послушать. Скажите, говорят, что там была пожилая пара, да, живетная. Она и осталась. И собачка там. Но сейчас никакой информации о них неизвестно, да? Дело в том, что они не могут прогрессить. Там же все вот эти пролеты, наверное, обрушились. А здесь вот этот балкон. А вот это и вставали. Видимо, криками криками. Мы знаем о том, что спасательные работы ведутся с самого утра. Спасатели пытаются найти людей, кроме пожилой пары. Мы знаем, что это пара с инвалидностью. Здесь еще находился мужчина, 58 лет, детский врач. И буквально вчера соснул к соседям. Он вернулся из Закарпатья и планировал здесь остаться какое-то время. И вот сегодня его поиски продолжаются. Хочу сказать коллеге, что эта улица в городе Славянске неоднократно подвергалась обстрелам российской армии. И буквально несколько дней назад мы находились здесь и снимали разрушенный детский сад. И вот вновь ракетный удар по этому городу. Кроме того, в эту ночь россияне обстреляли и город Каматурский. Здесь повреждено было медицинское учреждение. Знаем о том, что пострадал участный сектор в городе Константиновке. Вновь таким ночью россияне нанесли удар. Ну и знаем информацию об охоте коллегии. Еще раз вчера был обстрелян центральный рынок города. Здесь спасатели за несколько часов боролись с пожаром. Предварительно знаем о том, что выгорело порядка полутора тысяч квадратных метров. Вот такая информация. В целом, по данным национальной полиции, российские войска 17 раз отстреляли города и населенные пункты в Донецкой области. Ну и у нас есть погибшие среди мирного населения. Три человека за сутки по данным главы области, Павла Кириленко, погибли. Мы продолжаем находиться здесь, на месте этого происшествия. И следим за информацией коллеги для того, чтобы оперативно ставить вас путь в дело. Спасибо, Алена. Алена Грамова, наш корреспондент. С места обстрела в городе Славянск. Будем ждать дальнейших уведомлений о состоянии тех людей, которых пытаются эвакуировать. Продолжение следует...